Наступное образование для детей с инвалидностью. Третий год подряд на обучение детей с особыми образовательными потребностями выделяются специальные выплаты. Услуга предусмотрена для тех детей, что получают образование на дому. В этом году ее получат 176 человек. О правилах подачи заявления напомнили специалисты. Для того, чтобы получить материальную помощь от государства, родителям детей с инвалидностью необходимо подать заявление. Для этого необходимо обратиться в государственную корпорацию либо оформить услугу на веб-портале электронного правительства. На сегодняшний день размер социальной выплаты составляет 8 МРП. Это без учета дохода семьи. Заявитель при обращении за услугой должен предъявить или использовать следующие документы. Документ, удостоверяющий личность для идентификации, свидетельство о рождении ребенка или выписку из актовой записи о рождении или справку о регистрации акта гражданского состояния, выданное органами записи актов гражданского состояния. Свидетельство о заключении либо расторжении брака. Документ, подтверждающий установление опеки или попечительства над ребенком или сведения об установлении из актовой записи о рождении. Документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства. Справку из учебного заведения, подтверждающий факт обучения ребенка с инвалидностью на дому. Заключение врачебно-консультативной комиссии. Документ о номере банковского счета и справку об инвалидности. Если этих сведений нет в информационных системах, то заявитель должен предоставить такие документы, как заключение врачебно-консультационной комиссии, а также справку из учебного заведения, которая подтверждает, что ребенок с инвалидностью обучается на дому. Сколько у нас вообще в городе проживает детей, которые имеют особые потребности? Более тысячи детей с инвалидностью у нас в городе, собственно, зарегистрировано. Если сравнить, у нас динамика увеличивается или эта цифра постоянная? Нет, увеличивается. Небольшое увеличение есть. Ежегодное увеличение. У нас председатель населения в целом увеличивается? Да. Теперь это еще один момент. Сейчас вы сказали про свою процедуру. Сейчас документы причисляли, какие нужны, чтобы услугу получить. И сказали, что через электронный шлюз поставят процедуру. Получается, что когда через портал электронного правительства или специалист СОНО он делает запросы, там просто делается клик на запросы в госорганы, и данные сведения попадают в систему. Затраты на обучение детей с особыми образовательными потребностями возмещаются ежемесячно. Со дня подачи заявления родителями в течение учебного года. Во время каникул выплата не осуществляется. В 2020 году за материальным возмещением обратились 157 человек. В 2021 году охват составил 183 человека. В 2022 году охват составил 186 человек. Так как возмещение затрат назначается на учебный год, то из 186 детей, обучающихся на дому с сентября 2022 года по май 2023 года, в текущем году продолжает получать помощь 176 человек. На оказание данной помощи в текущем году выделили более 43 миллионов тенге. Общая сумма выплат на 1 марта этого года составила порядка 10 миллионов тенге.